Пятиклассник Виктор Ляпкин увидел по телевизору, как глава государства Владимир Путин подарил девочке из Тобольска щенка. Задумался. И тоже написал письмо президенту. Попросил игровую приставку. Здравствуй, Владимир Владимирович. Сам я из города Полевского, Свердловской области. Учусь в школе номер 4, в пятом Б классе. Мои оценки положительные. Увлекаюсь спортом, кикбоксингом. А еще хожу в бассейн и катаюсь на лыжах. Когда родители Виктора узнали о его письме президенту, восприняли эту новость скептически, посчитав, что детская писанина вряд ли будет замечена в многочисленных обращениях от россиян. Об этом письме мы узнали, придя с работы. Он нам сказал, что написал Владимиру Владимировичу письмо. Мы были удивлены, конечно, за его решительный поступок, как он так нашел, сам нашел сайт, написал письмо. Верил один Витя. Он был уверен, что Владимир Путин особое внимание обращает именно на письма от юных жителей нашей страны. Увидел сюжет, как девочке подарили из Тобольской собачку. Вот, может, подумал, а может, у меня есть такая возможность. Может, я смогу написать. Вот, и начал писать. Написал, как я учусь, где учусь, чем занимаюсь, увлечение. Попросил, что мне нужно. Указал то, что если есть такая возможность подарить вот такой подарок. Мама юного россиянина, который обратился к президенту страны, сегодня взволнована. Она не верила в чудо, когда сын отправлял письмо через сайт kreml.ru, не верила и когда пригласили в администрацию за вручением подарка. Для нас шок это был вообще. Что для мужа, что для меня это шок был. И радость в то же время, и гордость какая-то вообще. И что прямо президент, что такое внимание успевает еще и для нас уделять. Это очень даже положительный эффект такой был. Долгожданный подарок приставку PlayStation сегодня юному полевчанину Виктору Ляпкину вручает первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Нам приходит письмо из администрации президента с личным письмом, ответом президента ребенку, который написал письмо, и подарок. Наше дело с работой Деда Морозом, ну или с санями привезти этот подарок и письмо. Очень многие пишут президенту и губернатору, и главами городов пишут. И вот у кого-то мечта сбывается, у кого-то нет. Пятиклассник Виктор спешит домой, ему не терпится открыть подарок. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Наши новости.